Всем огромнейшие приветики! Я Аня, а вы на моем youtube канале о DIY творчестве и дизайне. И сегодня я собрала вас на обзор моих осенних покупочек. Я тут недавно жаловалась на то, что у меня вообще ни разу в моей жизни не было никакого сезонного декора, за исключением новогоднего. Новогодний декор я с огромным удовольствием каждый год покупаю, делаю своими руками. В общем, он у меня пополняется... Ну что ты хочешь? Что ты хочешь? Иди вон, сидись рядышком, будешь мне тут помогать. В общем, новогоднего декора у меня с каждым годом становится все больше, но при этом никогда в моей жизни не было никакого другого сезонного декора, например, осеннего. Но этой осенью я зашла на Pinterest, вдохновилась, восхитилась и решила, что мне тоже все это надо, что у меня нет ни одной тыквы, нет ничего в доме оранжевого, чего-то, не знаю, в подходящих таких оттенках. В общем, мне все это срочно надо. И вот у меня в течение месяца насобиралась такая небольшая горсточка новиночек, которыми я решила поделиться и с вами. Сегодня я вот даже оделась в цвет некоторых из них, на фоне у меня оранжевый плед одна, кстати, из них, из новиночек. Никогда еще, по-моему, мое видео не было таким жизнерадостным, таким многоцветным. Это всегда либо что-то бежевое, либо черное, либо белое. Вот, и сегодня у меня прям роскошество цветное. Ну, для меня, во всяком случае, для меня. И первое, с чего я хочу начать, это сезонный декор. А что у нас может быть еще более сезонным для осени? Правильно, это тыквы. Так, первая тыква, на самом деле, не несет вообще никакого функционала. Она чисто декоративная. Вот такая малышка, милашка, с золотой пимпочкой. Коплена в фикс-прайсе, ну, за какие деньги, я уже не помню, за совсем небольшие, но это была первая из тыкв, которую я себе приобрела в этом году, а потом все как в тумане, как понеслось, и сейчас я вам покажу. Дубль два, присаживаемся еще раз. Моя камера решила вдруг внезапно разрядиться и сказать мне чао. Давайте обзоры без меня дальше, да? Как будто бы к Тихону можно обращаться только с такими, да, высказываниями. Тихон, ну полно тебе, полно. Бога ради, присаживайся. Как я уже сказала ранее, на одной тыкве я, естественно, не могла остановиться, а потому начала скупать практически все, которые мне попадались на глаза и которые мне, ну, естественно, нравились при этом. И вторая тыква, это уже тыква функциональная. Магазин на диване открыт. Это тыква-шкатулка, она очень красивая. Не знаю, камера, наверное, не передаст цвет, но на самом деле она в жизни очень красивого, такого терракотового цвета. Кстати, похоже очень на мою вазу, которая сзади меня сейчас находится. И это уже, да, тыква-шкатулка, но я ее тоже решила поставить на кухню, а потому у меня в ней хранится сахар. Сахарницы до этого никогда не было, сахар всегда хранился где-то в банках и в ящиках, потому что я по прямому назначению его не использую, то есть в чай не кладу никогда, а использую только для готовки. Ну, да, собственно, и все. По сравнению с этой, она совсем малышка. Вот эта уже среднего, хорошего такого размера. Ну, вот эта тыква просто идеальная. В принципе, вот эта я поняла, что не особо мне нужна, но раз уж купила, пусть будет. Вот, но вот эта тыква просто перфект, 10 из 10. Именно то, что я и хотела. И, наконец, третий тыквенный лот, это вот такая. Так, что это я вам задуманно наперед ее показываю? Вот такая, уже самая крупненькая из всех, что у меня есть. Выглядит вот так. Она уже тут с листочком, вся такая типа натуры, или с коричневым хвостиком. Прям такого уже светло-оранжевого, прям оранжевого-оранжевого цвета. Если вот эти, такого прям, говорю, терракотового, очень красивого, глубокого, темно-оранжевого цвета, вот просто я этот цвет полюбила в этом году невероятно, то вот это, ну, такой классический оранжевый тыквенный цвет. Надеюсь, я сильно в микрофон не брякаю всеми крышками. Правда, вот эта тыква мне досталась с некоторыми коцками на крышке, но так как я ее покупала в фикс-прайсе тоже, а выбирать уже было особо не из чего, потому что я, ну, достаточно поздно спохватилась на самом-то деле, на выбор мне было предоставлено три штуки с большими или меньшими увечьями, и я выбрала, в общем, меньше из зол, то, что могла. Вот, она уже такого большого размера, она тоже представляет из себя шкатулку, в которой у меня теперь хранятся всякие конфеточки на перекусик. Теперь мой тыквенный гештальт наконец-то закрыт. Моя душа спокойна и счастлива от того, что у меня теперь дом полная тыква. Итак, раз уж мы пошли в кухонную тематику, то, наверное, я ее и продолжу тем, что... Ой! Давненько я не заходила в фамилию, в свою любимую, дорогую, обожаемую, и в этот раз я купила себе там пару, да, правильно, пару тарелок вот такого вида. Очень давно, на самом деле, хотела поменять... Ой, пардоните. Очень, на самом деле, давно хотела поменять тарелки у себя на кухне, потому что до этого пользовалась всякими разноцветными икеевскими разными тарелками разного формата вида. Вот, и сейчас решила, что все-таки пора как-то приводить все к одному знаменателю, к одному внешнему виду, к одной эстетике. И вот, наконец-то, я нашла тарелки, которые... Форму которых я давно очень искала. Они абсолютно плоские, с небольшим бортиком. У них очень вот такой вот красивый кант идет по краю. Давно, короче, хотела вот такого рода тарелки. Диаметр у них где-то примерно, наверное, 21 сантиметр. В общем, фамилия топ. И если эти тарелки выступают у меня в роли блюдец или десертных тарелок, скажем так, то для обеденных я решила купить немножечко другого вида. Эти я уже покупала в Хофе. Выглядят они вот таким образом. Они тоже с такой вот каемкой. Сами тарелки имеют текстуру с вкраплениями какой-то крошки. В общем, тоже смотрится очень так в стиле ваби-саби, который я тоже полюбила с недавних времен. И эта тарелка уже, да, 24 сантиметра. Тут у меня почему-то наклейка не отклеена. Живу с ней. Смирилась с тем, что с некоторых тарелок просто и с некоторой, в принципе, посуды просто невозможно отклеить эти самые наклейки. Бог с ним, если останется клей после отклеивания. Потому что я уже узнала лайфхак, что можно клей на месте, где была этикетка, помазать растительным маслом. И тогда этот клей очень хорошо отходит, проверено, работает. Но в некоторых случаях эти наклейки просто не снимаются нормальным образом. Поэтому я просто забиваю и, ну, живу, в общем, с ними. Это у нас тарелка 24 сантиметра. И что я хочу здесь еще найти? А, материал керамика. Вот что я хотела найти, да. Она, кстати, с верхней стороны, как можно заметить, блестящая, глазурованная. А с обратной стороны она матовая. Тоже смотрится очень классно и интересно. Ой, девочки, переходим к тяжелой артиллерии. Я купила. Вот, как я и говорила, что я сегодня оделась в цвет некоторых своих покупок. Вот такой вот зеленый тоже является моим фаворитом среди цветов в последнее время. И вот такой вот ковшик я приобрела в Чижике. Данный ковшик был только вот в таком цвете, по-моему, еще в коллекции. В коллекции Чижика. По-моему, была сковородка или кастрюля в таком цвете, но мне ни то, ни другое не нужно. А вот ковшик-то мне как раз очень хотелось приобрести. Он идет сразу же с крышечкой. На крышечке есть ручечка с покрытием, кстати, soft-touch и текстурой под дерево. Здесь, кстати, ручка тоже выполнена в текстуре под дерево и покрытием soft-touch. Очень приятно. Стоил он 600 рублей со скидкой. По-моему, вообще отличное приобретение. Внутри он просто черного цвета. И, кстати, помимо его внешнего вида, он и по функционалу оказался не менее классным. Потому что внутренняя поверхность, я не знаю, конечно, из какого она материала. И этикетки я, естественно, все повыкидывала. Но к ней вообще ничего не прилипает. Я варила в ней каши, крупы. Все прекрасно отстает. Даже если ты оставишь это, ну, на полдня, то вечером все это спокойно, прекраснейшим образом отмывается. Не нужно ничего замачивать, там, оттирать какими-то щетками. Короче, в эксплуатации он реально очень классный. А нижняя его сторона выглядит вот таким образом. Это я к тому, что он идеально подходит для стеклокерамических плит. Да, все правильно сказала, для стеклокерамических плит. И вот такое донышко не будет царапать поверхность стеклокерамики. Не ожидала просто от чижика такого вообще много, на самом деле, если честно, от чижика не ждала. Но очень редко, но метко там бывают какие-то классные штуки. Кстати, сейчас у них в продаже есть суперские корзинки. Где-нибудь здесь картинку приложу. Корзинки точно такие же, как из Икеи. В Икее они там, сколько они раньше стоили? Рублей 800 или 1000, а может быть и больше даже. А в чижике они стоят рублей 300, по-моему. А следующее, к чему мы перейдем, это просто роскошество среди того, что я вам сегодня буду показывать. Та-дам! Это вот такая вот гейзерная кофеварка. Я ее купила в Кюхенленде. В общем, увидев ее в первый раз, я просто влюбилась и поняла, что мне оно надо. Так как кофе я пью каждый день, каждое мое утро начинается с чашки кофе. И до этого у меня была, была, конечно же, гейзерная кофеварка, но она была такая страшненькая, уже затертая. Ну, в общем, она выполняла только лишь свой функционал. Использовалась по своему прямому назначению. А вот эта кофеварка, она меня еще ежедневно радует, радует мой глаз. Сам кофейник выполнен в таком приятном молочном оттенке, такой серо-бежевый, очень светлый, практически молочный цвет. А крышечка и вот эта вот окантовка такого благородного золотистого оттенка, не знаю, как это показать. Я думаю, что подсниму ее отдельно и покажу вам поподробней. В общем, она просто самоочарование. А самое главное, кстати, да, что вот эта вот верхняя часть, она круглая. До этого у меня всегда были кофеварки такие, знаете, граненые. И в них всегда, вот в этих гранях, постоянно забивается кофе. Их нужно прям очень тщательно промывать каждый раз. С этой же вообще нет никаких проблем в этом плане. Она круглая, протер один раз, и все, она уже чистая. Итак, еще одна новиночка из бюджетных покупок. Это вот такая вот корзинка плетеная. Она тоже приобретена была в фикс-прайсе и стоит у меня на кухонной полке. В ней также вот сейчас тут шебуршат всякие вкусняшки, шоколадки, конфетки и прочее. До этого просто стояла корзина сетчатая, открытая, в которой постоянно было видно, что лежит внутри. Естественно, в ней хранилась куча вот как здесь, куча вот этих вот цветных упаковочек, конфеточек, шоколадочек. Я поняла, что в какой-то момент меня просто начало это раздражать очень сильно, потому что это дополнительный визуальный шум. И мне очень захотелось все это безобразие прикрыть и поставить что-то непроницаемое. Ее верхняя часть выглядит так, будто бы сплетена из какой-то бумаги. Но возможно, что это... Как этот материал-то называется? Рафия, вот. Возможно, это вот что-то типа рафии, а вот нижняя часть это что-то вот... Вот какие-то прутки, какая-то трава, если честно, я не знаю, что это, из чего обычно плетутся такие корзинки. Но выглядит все очень так натуральненько, естественно, и таким образом я решила поддержать свою такую осеннюю эстетику, осеннюю тематику. Так как мне кажется, что именно вот какие-то такие плетеные вещи отлично ее дополняют. А следующая покупка. Это просто 10 из 10. Это просто лучшая покупка, которую я совершала за последние, не знаю, пару месяцев или даже, может быть, полгода. Секундочку. Опять-таки в цвет моего аутфита сегодняшнего. И это, девочки и мальчики. Тостер. Как я уже сказала ранее, я с некоторыми своими покупками сегодня в одной цветовой гамме нахожусь. И что я могу сказать? Я не знаю, как я раньше просто жила без тостера. Моя сковородка уже практически, мне кажется, почернела в центре, будучи, кстати, светло-бежевого оттенка. Из-за того, что я постоянно поджаривала на ней хлеб каждое утро на протяжении, наверное, не знаю, какого количества времени. Но, в общем, это было достаточно долго. Хотя, может быть, это и два фактора, которые не зависят друг от друга. Но, тем не менее, только лишь с приобретением тостера я поняла, как же это удобно. АСМР. Немножечко он, конечно, побрякивает. Это от фирмы BBK. Я его выбрала только лишь за его оттенок, только лишь за его цвет. Такая модель была еще в трех оттенках. Синий, белый и черный. Черный я решила не брать, потому что, ну, как-то скучненько. Беленький мне показался, что смотрится немножечко дешево. Синий мне вообще ни к чему не подходит. А вот зеленый просто идеальный вариант. Я говорю, у меня здесь просто вот такая вот компашка из всяких разных зеленых оттенков собирается. Кстати, на камеру очень видно сильно разницу. А в жизни... А нет, в жизни тоже видно. А я почему-то думала, что они одного оттенка. Ну да ладно. Также у него, я думаю, как и у любого другого тостера, внизу есть отдельный отсек для крошечек. Очень удобно, что не нужно переворачивать тостер и вытряхивать из него все это. Сверху он серебристый. Здесь у него, да, кстати... Здесь у него, значит, есть три кнопки с функциями стоп, подогрев и разморозка. А также шкала степени нагрева. Насколько ты хочешь сильно поджарить свой тост. В нижней части у него есть петелька, в которую можно продеть провод для того, чтобы он не болтался и не мешался. И таким образом его сбоку к стеночке аккуратно вывести. Так, отставлю его пока что в стороночку и продолжим. Так, на этом, походу, наша кухонная, кстати, тематика-то подошла и к концу. А дальше у меня будет буквально парочка покупок для интерьера. А начать я хочу со свечей. И первый из них выглядит вот таким образом. Как вы уже можете понять, у меня какая-то тоже особая любовь сложилась к глазури, когда создается вот такой оттенок, как с каемкой. Я не знаю, здесь ее, видимо, меньше наносят, а по всей остальной поверхности она распределяется более равномерным образом. И за счет этого, видимо, появляется такая каемка. Ну, я не керамист, я не знаю. Но в любом случае, мне очень нравится этот эффект. Вот эту свечу я покупала в Леруа Мерлен. Называется «Гвояковое дерево». Она ароматическая пахнет. Но, если честно, невозможно объяснить, чем она пахнет. Пахнет просто каким-то парфюмом. Если вдруг вы сейчас рассчитываете на слово «дерево» в названии, то не рассчитывайте. Никаким деревом здесь не пахнет совершенно. Что такое гвояк, я не знаю. Алиса, что такое гвояк? Итак, сейчас была образовательная минутка. Я до сегодняшнего дня, если честно, не знала, что такое гвояковое дерево. И, кстати, чисто интуитивно почему-то я поставила ударение именно на «я». И это оказалось правильно, потому что Алиса сейчас меня запутала. Называла дерево гвояковым. Я подумала, что это, видимо, я неграмотная, и надо узнать. В итоге Google и Википедия мне объяснили, как правильно. Так что, Яндекс, поправьте ей ударение в некоторых словах. Как вы вообще такое допускаете? Свечу я взяла только из-за ее внешнего вида. Я, кстати, да, не жгла. Я вообще практически все свои свечи покупаю и никогда их не жгу. То ли мне их жалко становится, то ли что. Я не знаю, в чем причина. Но на самом деле, мне кажется, что я просто не привила в себе привычку жечь свечи. Мне очень нравится, как это выглядит у других блогеров на видео. Но у себя почему-то дома я так не делаю. То есть у меня нет такого, чтобы я пришла вечером, зажгла свечу и сидела, расслаблялась, что-то вот, не знаю, занималась чем-то. Такого нет. Практически все купленные мной свечи остаются в первозданном виде. А между тем перейдем ко второй свечке. Да. Сегодня у нас две свечки на повестке дня. И вторая выглядит вот таким образом. Это вот такая вот мятая свеча. Тоже очень классная. Наверное, тоже все керамика, скорее всего. Она уже ничем, никакой глазурью не покрыта. Она просто гладкая. И называется лен тонко. Эту свечку я покупала в Сенсея. А по запаху? Я не знаю, как должен пахнуть лен. Но обычно... А, ну хлопок. Обычно вот такие ароматы называют хлопком. Это когда вот что-то тоже такое достаточно невнятное. И пахнет чистотой. Тоже на самом деле очень напоминает аромат какого-то парфюма. Да. И немножечко, наверное, стирального порошка. Но в этом даже есть что-то интересное. А потому кто любит ароматы такой чистоты, то вот всякие ароматы типа хлопка. Или оливы, кстати. Вот есть мыло. Палмолив с оливой. Тут тоже картиночку приложу. Вот оно для меня просто идеально пахнет чистотой. Вот это вот мой самый любимый аромат среди вообще всех мыл. Так что, если ищете что-то подобное, тоже присмотритесь. Кстати, это тоже еще одна из причин, почему я не жгу свечи. Потому что я покупаю их из-за их внешнего вида. А запахи мне не всегда нравятся. И для того, чтобы не распространять еще больше этот запах по комнате, я оставляю их в состоянии покоя. Еще одна интерьерная вещь, куплена мной в фикс-прайсе, это вот такая вот ваза из коричневого стекла. Надеюсь, что она действительно из коричневого стекла. Потому что у меня был случай, когда я купила тоже красивую вазу такой мятой формы в Синсее. И решила протереть ее от пыли влажной салфеткой. И когда я начала ее тереть, я почувствовала, что она вот какая-то шершавенькая. Я подумала, ничего себе, как пыль налипла хорошо. Начала тереть еще сильнее. И потом я просто увидела, что оказывается, я стираю вот это вот коричневое напыление, коричневую краску, которой просто было покрашено обычное прозрачное стекло. Я такое, если честно, увидела впервые в своей жизни. Потому что раньше я думала, что все коричневые бутылки, банки, вазы делаются из коричневого стекла. Но как оказалось, нет. Оказывается, некоторые производители это стекло просто красят. Я вам тут где-нибудь тоже, наверное, приложу, может, фотографию или, не знаю, видео. Но, в общем, я была очень сильно удивлена. И меня прям огорчил этот факт, что теперь у меня на видном месте, на моей прекрасной коричневой вазе, прозрачное пятно вот такое вот. Но что поделать? Кто мог подумать? А потому отныне все коричневые вазы я на всякий случай от греха подальше протираю обычными тряпочками, без всяких влажных салфеток, в которых в составе может быть, не знаю, спирт или еще какие-то разжижающие, разъедающие поверхность вещества. В общем, урок я усвоила. А потому я до сих пор не знаю, из чего состоит конкретно вот эта ваза из коричневого стекла или это окраска, покраска поверх стекла прозрачного. В общем, узнавать я это, если честно, не тороплюсь, не спешу. И дополнить композицию я решила, конечно же, сухоцветами. Мне кажется, что коричневое стекло с ними просто идеально сочетается. И, кстати, под прошлым видео мне многие рекомендовали побрызгать эти самые сухоцветы лаком для волос или просто каким-либо матовым лаком в аэрозоле. И я прислушалась, набрызгала ее как следует. Я очень довольна, что лайфхак оказался рабочим, так как мне очень сильно надоело при малейшем вообще движении и дуновении на эти сухоцветы выметать пушинки из каждого угла. Посмотрите. Ну это же просто чистая осень. Визуально. Я вам еще в начале видео говорила по поводу сезонного декора, что у меня никогда не было ничего в таких соответствующих каких-то теплых осенних оттенках. И я решила это исправить. И приобрела себе вот такой вот прекраснейший плед, который меня сопровождает на протяжении всего видео. Не знаю, как я жила без пледа раньше, так как в периоды, когда, допустим, в сентябре отопление еще не включили, а в мае, получается, уже выключили, еще не так тепло бывает по вечерам. Хочется на себя что-нибудь такое тепленькое накинуть, потому что, когда ты занимаешься делами по дому, обычно становится жарко. И в теплых кофтах тоже ходить по дому жарко. Но при этом, когда ты, допустим, сидишь за компьютером работаешь или просто сидишь, ничего не делаешь, то очень быстро становится холодно. И плед прекрасно решает вообще эту проблему. Сейчас я покажу вам его поближе тоже. Вот такой вот плед в приятном, очень темно-оранжевом, приглушенном оттенке. Очень мягонький, так как это микрофибра. Обычно из нее делают тряпочки, которой мы пыльку протираем. Но в данном случае это нисколько его не портит, потому что, когда ты им укутываешься или складываешь его, например, вдвое, то вся его толщина прекрасным образом компенсируется. Вот так вот. Вот так вот это выглядит. Вот, в общем, вот так вот я люблю в него закутываться. Тут еще кот на колени упадет. Я его тоже под этот плед. И все, и сидим мы с ним вот так вот долгими осенними вечерами. И последнее, что я вам хочу показать сегодня, это ковер. Сначала в камеру заходит ковер, потом я... Так, как бы его тут так разместить? Я, если честно, его еще даже не доставала. Ну, точнее, конечно же, я его доставала, осматривала и засунула обратно в пакет, чтобы он мне не мешался, потому что у меня было очень много пыльных работ летом. Кто не знает, что я делала этим летом, обязательно подписывайтесь на мой канал, заходите, смотрите. Я делала ремонт на лоджии, она получилась очень уютной и очень симпатичной, а потому очень рекомендую к просмотру. Вот так вот он выглядит, очень похож чем-то на ценовку. Плетеный ковер, и это ковер Икея. Его я купила на Яндекс.Маркете в разделе Икея. Когда я его покупала, на него была какая-то сумасшедшая вообще скидка в 50%, и, конечно же, я не устояла, потому что в эту комнату я уже очень давно ищу ковер, который по своему внешнему виду напоминал бы Джуд. И вот этот ковер, он, конечно же, это полиэстер стопроцентный. Я даже сейчас не буду залазить и читать его составы. Его размер 133 на 195 сантиметров. Он такой плетеный, неоднородный, как раз очень сильно по своей текстуре напоминает Джуд. Вот так вот еще вам его поближе немножечко покажу. Помимо вот таких вот неоднородных волокон, здесь есть еще переплетение черной ниткой, что тоже делает его еще более контрастным. Чуть не забыла, вот теперь точно последнее, что я хочу показать вам в этом видео, это мое кресло на лоджии. Я вам его еще толком не показывала, как раз показывала его мельком в своем предыдущем видео. Можете его как раз по подсказке сверху посмотреть. Это ротанговое кресло, естественно из искусственного ротанга, плетеное кресло-ракушка, очень, мне кажется, модное в этом сезоне. И теперь оно просто прекраснейшим образом вписывается в интерьер моей лоджии. Отдельно к нему я сшила вот такую подушку-сидушку из ткани, которая у меня осталась от подушек и чехлов, которые я сшила на диван для своей лоджии. А потому сейчас они выглядят единой композицией, единым комплектом, если можно так сказать, и прекрасно дополняют друг друга. А на этом мое видео подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там тоже очень много всего интересного и куча закадровой жизни. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Всех целую. Всем пока!